Семьям Ненецкого округа увеличили размер компенсации платы за детский сад и упростили процедуру ее получения. В частности, установлены новые средние размеры родительской платы в муниципалитетах, согласно которым и начисляется компенсационная выплата родителям. Как сообщила в ходе заседания администрации, исполняющая обязанности руководителя профильного департамента Леана Храпова, принятый документ не влияет на фактическую стоимость пребывания ребенка в детском саду, но позволит семьям, среднедушевой доход которых не превышает однократной величины прожиточного минимума, получать компенсацию в два и в полтора раза выше. Ранее средние размеры родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципалитетах Заполярного района составлял 735 рублей в месяц. В городе и поселке Исказели – 1600 рублей. От этих сумм и рассчитывалась компенсация родителям в процентном соотношении. Если детский сад посещает один ребенок, семье возмещают 20% от средней платы, установленной округом в муниципалитете. Если двое детей – 50%, 3 и более 70%. При этом фактически родительская плата в городе и поселке Искателей за полный месяц, 21 день, составляет порядка 2700 рублей, в других поселениях – 1600. Благодаря принятым членами администрации Ненецкого округа изменениям, разрыв между фактической платой и средней по региону значительно сокращен. При этом их размер варьируется в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми. Для образовательных организаций, расположенных на территории сельских поселений муниципального образования, муниципальный район, заполярный район, при пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием детей в размере 1600 рублей в месяц. При пятидневной рабочей неделе в 10-10,5 часов часов пребыванием детей в размере 1400 рублей в месяц. При пятидневной рабочей неделе с 9-часовым пребыванием детей в размере 1300 рублей в месяц. В поселке Искателей на Ринмаре средний размер установлен в размере 2200 рублей за 12-часовое пребывание детей. При пребывании детей в саду 3-5 часов он составит 700 рублей в месяц. В целом компенсация за детский сад для горожан вырастет в 1,4 раза. Кроме того, проект документа упростил и сам порядок получения компенсации. Предлагается скорректировать перечень документов, также представляемых родителями, законными представителями, для получения компенсации, исключив копию документа, удостоверяющую личность родителя, законного представителя ребёнка, и справку о составе семьи или выписку из домовой книги. Также изменениями предлагается возложить полномочия по предоставлению справки о размере среднедушевого дохода семьи на государственное казённое учреждение Ненецкого автономного округа отделения социальной защиты населения. Все эти изменения предложены профильным департаментом по обращениям клуба многодетных семей Ненецкого округа. На сегодня компенсацию по оплате перечисляют семьям 500 детей. На эти цели в 2017 году выделено 2 миллиона 800 тысяч. Семьям уже перечислено 1 миллион 200 тысяч рублей.